Белорусская революция возможно заканчивается ничем. Элита казалась совершенно монолитной. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Средний срок успешной протестности это 6-8 недель. Раскол элит необходим. По концентрации богатства Россия обходит США и Китай. Отберут все или заставят продать за 3 копеек. Никогда не происходит в ситуациях, когда элиты к расколу не принуждает оппозиция. Вот в чем задача массовых мирных протестов. Привет, это Дмитрий Гудков. Почему массовый мирный протест в Беларуси пока не побеждает? Победит ли и что ждет Россия? Последние дни можно увидеть огромное количество пессимистичных прогнозов, происходящего в Беларуси. И прогнозы эти строятся на упрощении в стиле, ну вот вышли массово, ничего не получилось, значит ничего дальше не выйдет. По какой причине белорусская революция возможно заканчивается ничем? Сегодня разберемся, почему так говорить все же некорректно. И что мы упускаем из виду. А пока подпишитесь на мой канал, включите уведомления обязательно, чтобы не пропустить самого главного в политике. Во-первых, и это уже не раз отмечалось, мирные революции далеко не всегда молниеносны. Часто они вообще длятся месяцами. Например, революция Росгрузии длилась 63 дня, в Украине 93, в Киргизии 70 и только Армения. Росгрузия справилась за 11 дней, но, к сожалению, так происходит далеко не всегда. Белорусским протестам только 5 недель. Начиная с 10 августа, 9-го, значит, у них были выборы, 10-го начались протесты. Среднестатистический, средний срок успешной протестности это 6-8 недель. Во-вторых, для смены власти мирным путем, мы же хотим мирным путем, одного протеста недостаточно. Нужно, чтобы на сторону протеста стали переходить отдельные представители, ну, так называемых элит. Например, мэр какого-то крупного города, группа депутатов или сенаторов, известный бизнесмен. Пусть слово элита вас не смущает, это вовсе не означает, что к этому классу принадлежат лучше. Чаще наоборот. Ну, в этом узком классе людей сконцентрированы предприятия, активы, финансы, ну, просто деньги и вообще очень много денег. И все эти люди заинтересованы, в первую очередь, в сохранении своих средств. В какой-то момент им становится выгодным поддержать протестующих. Важно подчеркнуть главное. Как только уличный протест набирает силу, а процесс становится необратимым, то он, ну, протест, начинает играть одну из ключевых ролей на политическом поле страны. Именно ровно в этот момент другие игроки, а это политики, бизнесмены, чиновники, военные и так далее, они начинают понимать, что сотрудничать с протестующими гораздо выгоднее, чем поддержать нелегитимного диктатора. Ну, если сильно упростить, то массовый уличный протест становится триггером раскола элит, важнейшим фактором смены режима. Вы скажете, ну, ведь российские элиты поддерживают режим Путина. Ну, конечно, поддерживают. Но это ровно до тех пор, пока в стране не появился по-настоящему массовый протест, при котором сохранение режима не начнет создавать проблем уже для действующих элит. И в Белоруссии элита казалась совершенно монолитной. Вот она, мафия, там сидит, она 26 лет сидит, она это все чушь повторяет, она Лукашенко любит, он им дает много денег, они готовы за нее убить, расстрелять кого угодно. И тут самое время нам отметить главное отличие по теме раскола в Белоруссии и в России. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что белорусам на самом деле значительно сложнее спровоцировать такой раскол. Почему? Потому что там слишком мало активов, сосредоточенных в руках элит, то есть в частных руках, и слишком много находится под непосредственным контролем неэффективного государства во главе с диктатором Лукашенко. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Но, тем не менее, расслабляться нельзя. Ну, расслабляться нельзя. Вот поэтому нельзя расслабляться. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Ни в коем случае нельзя. Нельзя расслабляться. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Поэтому вы не расслабляйтесь. Ни в коем случае не расслабляйтесь. Но ни в коем случае не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь. Ну, не расслабляйтесь. Поэтому не расслабляйтесь. В отличие от России, в Беларуси нет такого крупного капитала в частных руках. Там самые крупные активы государственные. Мы никому ничего не отдаем. Это все остается в нашем государстве. Железобетонно. Кроме того, Лукашенко так часто перетраховал, как он говорит, свое окружение, меняя чиновников на все менее профессиональных и более лояльных, что в команде не осталось никого адекватного, кто хотя бы мог сказать диктатору, ну, например, что фальшивка с майком и ником – это просто какое-то дикое позорище. Именно поэтому процесс перехода элит на сторону народа в Беларуси так сложен. Там просто практически их не осталось. Я имею в виду элит, способных принимать самостоятельные решения. Вы, конечно, возразите, скажете, что у нас государство тоже контролирует практически все. Ну, это безусловно так. И мы действительно движемся в сторону, как говорят, лукашизации России. Но, поверьте, до уровня Беларуси нам пока еще очень-очень далеко. В России огромное количество активов сконцентрировано в частных руках. Это только на словах, на самом деле. Путин любит говорить, как он навел порядок в экономике, как он одолел олигархов 90-х. Вот только одна маленькая проблема. Когда Путин пришел к власти, долларовых миллиардеров было 7, а сейчас 102. Может, он, конечно, кого-то и одолел, но исключительно в интересах многих своих друзей, успешно возглавивших список Forbes. По концентрации богатства Россия обходит США и Китай. Это результаты исследований швейцарского инвестбанка Credit Suisse. По его подсчетам, в руках 10% самых обеспеченных россиян находится в 83% всего личного благосостояния страны. В США это 76%, в Китае 60%. Авторы пишут, высокая концентрация богатства в России выражается еще и тем, что, несмотря на скромный уровень благосостояния в среднем по стране, в ней обнаружены 110 долларовых миллиардеров. Сегодня в России мы с вами имеем ситуацию, когда за власть конкурируют силовики, различные чиновники условно-гражданские и много богатых кланов и представителей бизнеса. Есть такой американский социолог, эксперт в области теории элит, Ричард Лахман. В своей книге «Государство и власть» он справедливо отметил, что вот в такой конкуренции элиты иногда вынуждены рекрутировать союзников из неэлит именно для доступа к государственной власти. Почему? Потому что конкуренция это иногда настолько обостряется, что некоторым элитам становится выгоднее получить поддержку народа. Ничего речного, просто бизнес. Гораздо выгоднее, чем держать его в таком бесправном положении. Почему? Потому что если народ будет держать в таком бесправном положении, то от этого выигрывают их конкуренты, то есть представители, другие представители элит, либо вообще силовики, которые в отличие от предпринимателей относятся к любым активам или собственности как к чему-то, что всегда можно отнять. Завтра приглянется к кому-нибудь из правительства, и он нашлет на тебя ментов, налоговую инспекцию, какие-нибудь надзоры, отберут все, или заставят продать за три копейки. В условиях, когда Путин заперся в бункере на полгода и не выходит оттуда, конкуренция за власть внутри этой системы, я полагаю, уже давно обострилась. И в любой момент эта конкуренция рано или поздно перейдет в публичную плоскость. И именно в такой момент протестующие должны показать себя как важного политического актора. На чью сторону, во-первых, выгодно перейти, но за чью поддержку еще нужно будет побороться. Вот в чем задача массовых мирных протестов, которые не должны прекращаться после нескольких выходов на улицу. Поэтому белорусы в этом отношении действуют совершенно правильно. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Я считаю, что им необходимо и дальше выходить и демонстрировать, что они больше не потерпят диктатор ни при каких обстоятельствах. Только так можно расшатать эту или любую другую систему, построенную на лжи и тирании, при этом не окунув страну в кровь и хаос, после которых обычно к власти приходит худший. Все сказанное вовсе не означает, что народ обязан принять всех перешедших на его сторону с распростертыми объятиями. Ну, конечно, нет. Ответственность должна настигнуть всех, кто участвовал в преступлениях и узурпации власти. Тем не менее, важно понимать, что раскол элит необходим. А самое главное, он значительно повышает шансы на перемены исключительно мирным путем. И если мирная смена власти невозможна, то, к сожалению, насильственное становится неизбежной. Раскол элит почти никогда не происходит в ситуациях, когда элиты к расколу не принуждает оппозиция. Так что давайте вместе пожелаем белорусам удачи. Ну, и не забываем, что раскол элит в России, если и произойдет, то только тогда, когда мирный протест станет по-настоящему массовым. Это был Дмитрий Гудков. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok